Всем привет! Ежегодно в Голландии проводится грандиозное зрелище. Это парад цветов. Проходит он в рамках открытия парка Кюкенхоф. Выглядит примерно вот так вот этот парад цветов. На огромных платформах создаются скульптуры красивейшие. Но я хочу сделать короткий обзорчик и показать, как происходит именно подготовка к этому параду, где это и как собирается. В 2018 году сам парад цветов пройдет 21-22 апреля, но подготовка уже начнется 18 апреля в городке Сассенхайм. Я как раз здесь снимал именно в этом городке, но правда год назад это я снимал подготовку к параду в 2017 году. Принципиально конечно ничего не изменилось, только изменится скульптуры из цветов. Все это собирается в огромных ангарах закрытого типа. Каждый желающий может приехать сюда и за 5 евро посмотреть, как люди собирают. Но и примечательно то, что строительством скульптуры цветов занимаются исключительно добровольцы. В этом городке сотни волонтеров покрывают эти гигантские скульптуры из папье-маше тысячами цветов всего лишь за три дня. Многим конечно хочется посмотреть на это действие, как это все происходит, но реально туда подъехать удается даже не всем. Так как этот городок Сассенхайм, он просто забит машинами даже в период подготовки парада. Нам не удалось заехать ни на одну стоянку, которая организовывают голландцы. Но правда я нашел выход, там через дорогу есть какое-то производственное объединение и я просто заехал на его территорию и туда за бокс спрятался. И оттуда же мы сюда пришли пешком. Для изготовления скульптуры используют луковичные цветы, такие как нарциссы, гиацинты и тюльпаны. Можно представить какой в этом воздухе в ангаре стоит аромат. Я вам честно говорю это незабываемо. В ангаре находятся миллионы этих луковиц. Все эти луковицы протыкаются специальными скрепочками и вот по шаблону они притыкаются на эти вот шапочки, там фигурки зверей и так далее. И в итоге создается рисунок. Так как все луковицы, сюда эти миллионы даже не вместить в ангар, уже за воротами стоят машины, подготовленные для перевозки этих луковиц. Как только где-то что-то заканчивается, подъезжает погрузчик и в нужное место привозят эти ящички. Вот их видно, они вот здесь стоят как раз. В Голландии очень много праздников, связанные именно с тюльпанами, потому что это считается цветочная, ну и велосипедная страна. Вот в восемнадцатом году в январе открывали сезон, когда был открыт, то привезли на площадь там в Амстердаме 200 тысяч живых цветов и бесплатно раздали их всем желающим. Конечно, тоже было грандиозное зрелище. Потом вот на 20 марта в этом году открывается парк тюльпанов Кюкинхофф. У меня есть пару видео на эту тему. Это вообще, это что-то. Там миллионы цветов в разных композициях собраны. Ну, есть на что посмотреть, и там можно просто задохнуться от этих ароматов. Кстати, парад цветов, он тоже проходит около парка Кюкинхофф. И люди, которые посещают в этот день парк, могут выйти из него, посмотреть этот парад на обочине где-то там постоять. И потом уже бесплатно вернуться в парк и продолжить просмотр композиции. Официальное путешествие цветов начнется 21 апреля 2018 года в 9.30 в городе Нордвик. Примерно где-то полчетвертого дня парад пройдет возле парка Кюкинхоффа, о котором я говорил, и финиширует ориентировочно полдевятого вечера в городе Харлеме. На следующий день до 17 часов все эти композиции будут выставлены в городе Харлем и будут доступны для осмотра, досмотра, фотографирования. Вся эта процессия, состоящая из 20 платформ с цветами, будет сопровождаться оркестрами. На дорогах будут стоять сотни тысяч посетителей, которые приехали посмотреть именно на этот парад. В общей сложности Кавалькада преодолеет 40 километров от городка Нордвайк до Харлема. Здесь мы видим официальное открытие подготовки парада. Ну а это я вношу свою лепту, подготовку парада, строительстве композиции. Подошел в одном месте, приколол несколько цветочков луковиц. Вот в другое место подошел. Везде нужно поучаствовать. В общем всем рекомендую хоть раз в жизни посмотреть вот это зрелище.